Дагестанский народ никогда не остается в стороне, видя чужую беду. И мы знаем, что в эти минуты Донецкая и Луганская народные республики оказались в сложном положении. Команда укомплектована, помощь собрана. Для беженцев, прибывающих в Россию, из Донецкой и Луганской республик готовятся к отправке гуманитарный груз. Бытовые и строительные отходы, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты загрязняют участок скотопрогонной трассы, проходящей на территории. Отходы в рационе. В Буйнакском районе обнаружена несанкционированная свалка, на которой домашний скот организовал себе кормушку. Даршан вчера не бейся. Шагу можно ли? Айонна, Вера, из-за стихи, чекарю подышка. Любимые персонажи по-дагестански. Сегодня отмечается Международный день родного языка. В историческом парке «Россия. Моя история» герои мультфильмов заговорили на Лезгинском и Аварском. Пять из десяти золотых наград завоевали дагестанские легионеры. В Болгарии завершился 59-й международный турнир по вольной борьбе. ДТП с тяжелыми последствиями на федеральной автодороге в районе Южно-Сукакумска. Житель Акушинского района не справился с управлением. Съехал с дороги на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте, а его пассажир, 54-летняя жительница Махачкалы, с различными травмами доставлена в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Российские регионы начали собирать гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска, которые эвакуируются на территорию страны. Дагестан не стал исключением. Теплые вещи, вода и продукты питания. Все, что так необходимо беженцам, которые в спешке покинули свои дома. Сейчас они располагаются в Ростовской области. Именно туда направится колонна с гуманитарной помощью от благотворительного фонда «Инсан». Подробности в сюжете Карима Даниева. На стоянке Джума-мечети готовятся к отправке колонна грузовиков, которые под завязку загружены гуманитарной помощью. В машинах предметы первой необходимости. Все эти вещи предназначены для беженцев, которые прибывают в Россию из Донецкой и Луганской республик. Благодарительный фонд «Инсан» организовывает масштабную гуманитарную помощь вынужденным беженцам Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В состав гуманитарной помощи входят более 30 тонн продуктов первой необходимости, более 3000 пар одежды взрослых и для детей и более 25 тонн бутилированной воды. Инициатором акции поддержки выступил благотворительный фонд «Инсан», который имеет богатый опыт подобных мероприятий. Фонд уже помогал соседним республикам, когда кто-то нуждался в поддержке. В своих действиях они руководствуются этическим, моральным и нравственным долгом горцев. Дагестанский народ никогда не остается в стороне, видя чужую беду. И мы знаем, что в эти минуты Донецкая и Луганская народные республики оказались в сложном положении, и их жители вынуждены покидают свою родину. На сегодняшний день огромное количество заселилось в городе Ростов. Фонд «Инсан» не остался в стороне и также отправляет гуманитарную помощь для беженцев. Впереди у них долгий путь. Команда укомплектована и готова в полной мере. Дорога до Ростова составит более 15 часов. Карим Даниев, Салман Китихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Домашний скот жителей села Верхний Каранай Буйнакского района постоянно пасется на свалки и употребляет отходы. Факт нарушения законодательства был выявлен государственными инспекторами Росельхозназора при проведении мониторинга состояния земель сельхозназначения на подведомственной территории. На площади 2000 квадратных метров земельного участка сельхозназначения жителями близлежащего села образована несанкционированная свалка. Жителям близлежащего села образована несанкционированная свалка, производство и потребление, бытовые и строительные отходы, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, загрязняет участок скотопрогонной трассы, проходящей на территории. Данные нарушения квалифицируются по части 2 статьи 8.7 КОАП Российской Федерации. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по учению земель и охране почв. Глава муниципального образования приглашен в управление для составления административного материала. Дагестан – самый дотационный регион России. В 2021 году республика получила в качестве дотации 77,5 млрд. рублей. Такие данные приводит Росказначейство. В топ-5 регионов по получаемым дотациям вошли также Якутия, Чеченская республика, Камчатский край и Крым. Связано это с дотациями или нет, но из Дагестана стали меньше уезжать. По итогам общей миграции населения в республике в январе-ноябре прошлого года наблюдается снижение оттока населения по сравнению с годом ранее, сообщает Северокавказстат. Если в 2020 году миграционная убыль в регионе составляла 3787 человек, то в 2021 этот показатель составил минус 3216 человек. Фермерское сообщество сегодня выступает локомотивом развития сельских территорий и продолжает демонстрировать стабильный рост производства аграрной продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, выступая на съезде Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. По данным статистики, на протяжении трех последних лет темпы роста производства в фермерских хозяйствах опережают динамику сельхозорганизаций. В работе мероприятия, который накануне завершился в Москве, приняла участие и представительная делегация Минсельхоза Дагестана. Мультфильмы от киностудии Джиги ТВ на Аварском, Лакском и Лизгинском показали в историческом парке «Россия. Моя история». Акцию посвятили Международному дню родного языка. Подробнее о проекте, который поможет воспитать подрастающее поколение в духе преданности своим корням и культуре, расскажет Лариана Шамхалаева. А-а-а! 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 Идея со временем переросла в нечто масштабное. Идея проекта возникла пару лет назад, исключительно в личных целях. Руководитель проекта МРАН Гусинов создавал для своих детей, чтобы они знали родной язык. Далее это подхватили друзья, родственники, коллеги, им уже это понравилось и стали создавать дубляж на других языках. Мы поняли, что за этим проектом есть будущее. Мы решили масштабировать данный проект и создать приложение, чтобы создать такую площадку, на котором будут собраны национальные языки не только нашей республики, но и всей России, малых народов нашей страны, чтобы дети с малых лет понимали, знали, изучали родной язык. Маленькие зрители были в сопровождении родителей и педагогов, и те, и другие отметили, что восприятие родного языка в такой форме куда приятнее обычных уроков. Мне кажется, это отличная идея отзвучивать мультики именно на национальных языках, что дети хотя бы так будут знать, понимать, начнут учить свои родные языки, потому что семьи в основном сейчас интернациональные, и дети в семье мало слышат родную речь, а в мультике это хорошая, мне кажется, практика будет. Я считаю, что нужно побольше таких мультиков, и не только мультиков, можно в наших фильмах ставить. Почему? Потому что детям легче будет изучать родные языки, чтобы деткам было интересно, чтобы у них была мотивация, чтобы у них было стремление какое-то к изучению родных языков, чтобы мы не потеряли свои родные языки. Дети действительно были удивлены, что известные мультипликационные герои вдруг заговорили на языках народов Дагестана, понять удавалось не все, но пожелания по расширению контента они все же выразили. Я не понимаю, научить буду. Я хотел другие мультики на родном языке. Лига-Ниндзяга, Человек-паук. Вот отважный джигит, который вот это против Аждахы, он похож на нашего, Даргинского, мне вот это понравилось. Я хоть не понимаю лизгинский, я понимаю даргинский, я понял несколько слов. Я хочу, чтобы на мой даргинский перевели тоже такой мультик. И я хочу, чтобы один мультик еще один перевели. Этот мультик называется «Спущий чудо-машинки». Посмотреть мультики на родных языках можно, не выходя из дома. Необходимо только скачать приложение, доступное в Google Play и App Store на свой телефон. Мы сегодня уже релизуем наше приложение. Это MVP-продукт, который мы сегодня представили всей публике. В этом приложении основным функционалом является то, что можно просматривать мультфильмы на родных языках. На данный момент есть уже три языка, но мы постоянно их дополняем. Также в мультфильмы мы добавили возможность сказок, то есть слушать сказки можно на национальных языках. Дальше в дальнейшем планируем дорабатывать приложение. Будет также разное шоу, мероприятие и так далее. В ближайших планах киностудии «Джигит-ТВ» озвучивание сказок на даргинском, кумыкском, азербайджанском и чеченском языках. А также создание онлайн-уроков на родных языках. Ларианна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. В Хасаверте состоялась торжественная церемония открытия Центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Здесь будет проводиться обучение начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. К учебным сборам будут привлекаться учащиеся старших классов и студенты СУЗов. В течение пяти дней они будут постигать основы тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки. В рамках поручения главы Республики Дагестан Сергея Леонидовича Меликова поручено нам создать аналогичные центры «Авангард» во всех территориях Республики, где численность населения более 100 тысяч. Центр, который сегодня мы открываем, уже третий. В Республике у нас есть центр города Буйнакске, есть Казмийске. Сегодня в преддверии Дня защиты отечества мы открываем Хас-Ают и завтра Горный Дербент. Основная цель открытия этих центров, здесь уже очень замечательно наши души сказали, это военно-патриотическое воспитание нашей подрастающего поколения. И обращаясь к нашим курсантам, я хочу сказать, что, ребят, для вас большая честь быть первыми курсантами этого центра. Несомненно, такого рода мероприятия, они должны проходить во всех уголках нашей республики. И, как Магомед Хабибович отметил в своем выступлении, глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов поставил такую задачу. Я уверен, что с этой задачей справятся все муниципалитеты. Со своей стороны хотелось бы заверить, что администрация, руководство города сделает все возможное, Магомед Хабибович, для того, чтобы наш военно-патриотический клуб на базе ДСК был одним из передовых в республике. Из-за переноса праздничных дней в марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта. Но затем три дня отдыха – 6, 7 и 8 марта. Кроме того, 23 февраля в этом году является нерабочим праздничным днем, а 22 февраля – сокращенным предпраздничным. Изменения в производственном календаре способствуют рациональному использованию работниками выходных и нерабочих дней. И о спорте. Боксер Заур Абдулаев защитил пояс WBC Silver. На турнире в Екатеринбурге дагестанский спортсмен нокаутировал экс-чемпиона мира в трех дивизионах Орхи Линареса. Бой стал главным событием турнира RCC Boxing Promotions. Начало поединка сложилось в пользу 36-летнего венесуэльца, но во второй половине поединка Абдулаев начал действовать активнее и выровнял положение. В 12-м раунде Каспийчанин пошел в атаку и дважды отправил Линареса в нокдаун, а затем за 33 секунды до финального гонга реферия остановил поединок. Теперь Абдулаева ждет бой за титул чемпиона мира WBC. Сейчас поясом владеет американец Дэвид Хейни. Боксеры уже встречались в 2019 году, но Абдулаев получил перелом костей лица и уступил. Пять из десяти золотых наград достались дагестанским легионерам. В Болгарии завершился 59-й международный турнир по обольной борьбе Дан Колов. Убедительными победами в финалах завершили свои выступления представители Азербайджана Абубакар Абакаров и Магомедхан Магомедов. Хасавюртовец Абакаров со счетом 7-0 одолел грузина Сандро Аминашвили. Воспитанник махачкаринской школы Динамо Магомедов положил на лопатки иранца Мейсама Абди. Днем ранее медали высшие пробы выиграли Джабраил Гаджиев, Зелимхан Абакаров и Алиш Абанов. Их награды пошли в зачет командам Азербайджана, Албании и Беларуси. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин